здравствуйте друзья мы снова моем саду сад железовых показать вам селфи или достаточно того что у меня в руках мраморные груши я пришел собрать последние вот они вот они вот они вот и вкуснее ничего нет на мраморная груша ходит мы высшую лигу из 15 сортов вот ничего это что покажем кстати видите не доел семечки будут разосланы желающим ладно про семечки можно много раз говорили мы мало говорили про саженцы сейчас это все так оставляю идем посмотрим на саженцы это кекс прон дело в том что в сергей за неделю был один покупатель купил несколько саженцев если так дело пойдет а сегодня у нас 23 по-моему если ошибся на один день значит ничего страшно сентября 23 примерно сентября а сейчас 21 сентября я проводил вебинар 22 воскресенье 23 понедельник сегодня понедельник а так вот немножечко пройдемте по осеннему саду вот вот видели груши сладчайшие там даже достаточно не то что попробовать увидеть их эту красоту вот осаженцы почему-то ну как не пользуются спросом пользуются но вообще-то должна была бы очередь стоять за ними вот за этими вот видите это богатыри сейчас приближу вот это богатыри например последние сливы а вот эти саженцы он не продает а как же такие сливы это как сливы плебеи это уксурийская китайская линия это дальний восток но семечки коз вернее костики пользуются спросом потому что когда они созреют они будут примерно такого же качества на солнце если вкусные сладкие даже слащавые невероятно морозостойкие каждый год такие выражают ну ладно вот или плохо был настроен вот аппарат так ладно сейчас что-нибудь еще покажу вишни уже отошли мои так уже и лист сбросили абрикосы все еще висят или или упали сейчас скажу вот позавчера собирали набрали еще пол ведерка вот вот они это уже оставили мышам мышам вот они на дереве они не упали и мумифицируются но у них есть свое качество по сравнению с своими же братьями допустим на этом дереве то есть такие же упали местом раньше уже может делить на позднее среднее и раннее и соответственно если садить их то не все попадут под заморозки про эти груши я уже рассказывал вот они на ваших глазах съесть я боюсь что вам будет плохо в этом году вкусными оказались так чё на далеко так от дерева лежит ну неважно так вот это вот сварок том году невозможно было есть на дереве села больше тридцати ветер не хватило сахара в этом году они вполне съедобные почему это и весь урожай вот он мы еще его не собирали сейчас закончу съемку и соберу вот еще расскажу семена посеете на молодом дереве они сладкие когда дерево растет 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 и становится вот таким да еще больше урожай уже особой сладости есть можно но уже не то десертная воронежская ой какая она сладкая это тоже мне это мне привычка говорит мировой лидер российский лидер тоже входит мою эту самую золотую серию так вот ладно сейчас переходим к саженцам то что я показывал это последнее как бы ни было холодное лето весна все равно получилось так что все летнее созрел осеннее заказ созревание вот вот он этот смотрите это тот самый патриарх на нем в этом году было очень мало плодов кратковато видов 13 15 17 никто не считал но много то есть мало то есть много для него мало у него когда-то было и под 50 как это не звучит фантастично но это правда клянусь богом я с богом не шучу вот когда-то случилось следующее вот этого саморода не обращайте внимание объясняю почему потому что я объясняю какое богатство мы живем но это как знаете идет человек допустим по улице туда вот и нету по лесу по горам неважно где и вдруг находит огромный слиток золото вот он попробовал поднять тяжело тащить его да пропади он жил нищет я и дальше буду жить почему потому что был бы он слиток там 358 килограмм взял бы дотащил но 20 30 50 кг ни за что не возьму ни за что не распилю ни за что не это самое не охота вот такой слитки золотые вот они когда-то здесь я посадил в эту ямку сделал яму вот здесь сюда бросали помощник мой копал здоровья мне нет это выгребная яма специальная сюда бросал землю яма за лето за осень наполнилась бытовыми отходами была закопана вот это мой стиль это мое призвание призывать вас не выбрасывать ничего не только с дачного участка но и я привожу все из города сюда привозил яма наполнилась она была обратно землю земля была раскидана немного и была засыпана сверху толстым слоем ну сейчас она уже просела ладно главное что тут получился квадрат земли черные потому что кругом дерн а тут квадрат и тут как раз случился сумасшедший уже абрикосов все собрать не смогли кто видел фильм я приводил сюда людей гол собирайте и они гребли 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 вот и вдруг так как это был черный квадрат лежали густым слоем косточки и они часть из них зашла зашла и уже третий год она растет вот прекрасно сажен столько не в тени и поэтому из-за этой тени они растут плохо другой стороны железный рост это значит не поздно было продать вот не меньше чем пяти шести фильмах плюс вебинары я показывал фотографии фильме подходил сюда и говорю вот они вот есть это самосев они самые уникальные это самые жизнестойкие это это вырастут вот такие вот вот такие вот это трехэтажный тот самый мужский патриарх вот он требует замены какой-то из них останется здесь может навсегда почему вот патриархом я издевался я был молодой такой же дурной как сейчас это самый те кто учит делать штамбы видите ветка мешал вот это не мешало просто рухнула уже когда я помню но сильный снегопад ее эту ветку разрушил вот там где оставалось вот так я смог сделать вот так так я не делал вот такие делаю я уже показывал то есть никаких ран на кольцо вот ветка то есть этот пень ожил вот и в этом году дал ведро я этих абрикосов видели кто смотрит но тем не менее вот даже вот это рано это страшная вещь туда проникал мороз там гриб трутовик и вот она более хрупкая возможно если бы не раньше бы эту равную не сделал вот это бы не рухнула и у меня было бы еще ведер пять-десять каждый год не каждый год хотя бы через года точно или через два на три вот получилось так что мы речь пошла саженцах вот они саженцы тут их несколько десятков и мне цены это те самые золотые слитки это прямые потомки вот этого самого дерева гиганта каждый раз когда я фотографирую или снимаю но не получается мне показать что там верхушка это где-то выше третьего этажа если бы тут стоял дом по привычке вот тут окна второго да где-то там верхушка где-то между третьим четвертом этажом ну ладно посмотрели на эти вот сейчас я выключу и пойдем мы с кое-что интересное посмотрим плане саженца